Всем привет! Сегодня мы поговорим о малине и о шпалерах для малины. Я вас познакомлю с одним из своих объектов, где мы как раз осуществили поставку и посадку малины в крупномерном исполнении. Это ее возраст 3-4 года. И также изготовили шпалеру для этой малины. На данном объекте у нас были посажены 5 сортов малины. Из них 2 сорта были ремонтантные. Это, например, жар-си-жар. Вот они идут, первые 4 куста. Дальше у нас идет следующие 4 куста. Они, видите, даже отличаются по фактуре. То есть первые 4 куста это у нас жар-си-жар. Дальше 4 куста у нас идут, это сорт патриция. Дальше у нас идут 4 куста. Это сорт недосягаемая. Это тоже ремонтантный сорт. Потом у нас идет сорта 4 куста метеор. И дальше у нас идут 4 куста. Это гусар. Вот они. Вот такие. Такой сорт гусар. Это мы скоро будем все вырезать. На это не обращать внимания. Это у нас из питомника они поступили с такими побегами прошлого года. Вот. У нас задача не стояла в этом году получать какой-то сверхъестественный результат. Так как у нас есть процесс приживаемости. Вот. Мы посмотрим бирочку. Вот он. Сорт малина гусар и питомчик ярус, с которым как раз я сотрудничаю. Вот. Значит, этот сорт гусар. То есть мы специально выбрали разные сорта с разными вкусовыми особенностями, с разным размером плодов, с разным размером самой малины, вот, и с разными сроками созревания для того, чтобы фактически получить плодоношение круглый год. Вот, например, у нас идет сорт, да, то есть это сейчас мы здесь будем все поправлять еще. Это у нас сорт метеор. Вот такой он сорт. Вот уже побеги этого года. Дальше мы все будем вот так, видите, на шпалеру ложить. Это у нас скоро все вырезаться будет. Все, что от плодоносили, от ветви от плодоносили. Вот. Ну, вот в таком виде сейчас у нас малинка. Значит, мы провели посадку малины. Расстояние между корнями, наверное, один метр. И что еще хотелось бы сказать, это мы сразу же замульчировали все приствольные круги. То есть это сделано даже не для красоты, а в связи с агротехникой. Вот. И сразу стал вопрос уже о производстве шпалеры. Значит, что мы сделали, да? У нас для производства шпалеры мы использовали древесину-лиственница. Вот такая. Значит, мы взяли брус 50 на 60. Вот он, брус 50 на 60 из лисинцы. И использовали доска. Доска у нас идет 20 на 90. Значит, у нас есть расстояние между перекладинами. У нас идет 50 сантиметров. То есть вот это 50 сантиметров, 50 сантиметров. И ширина перекладин, у нас самая верхняя перекладина идет 140 сантиметров. Вторая, чуть пониже перекладина 100 сантиметров. И самая низкая перекладина, это 50 сантиметров. Сама высота у нас шпалеры метр 80-180 сантиметров. Это самая эргономичная высота для шпалеры. Больше не нужно. Это связано и с уходными мероприятиями, и также это связано со сбором плодов. Сейчас вот малина у нас выглядит вот в таком виде. То есть шпалеру мы поставили где-то месяц назад. И сейчас мы будем причесывать уже, начнем малинку нашу. Значит, что хотелось бы сказать о шпалере. Первое, значит, мы все это обработали, это у нас цвет палисандр с пчелиным воском. Потом все столбы у нас забетонированы. То есть мы все это углубили. Углубили мы на 80-90 сантиметров. Вот видите, вы можете смотреть, вот у нас здесь уже бетон идет. Вот это все у нас основательно. Мы все это углубили на 80-90 сантиметров. Потом расстояние мы между шпалерами взяли 3 метра. То есть у нас расстояние одного проема это 3 метра. Что еще хотелось бы сказать, это то, что основной упор, конечно, по малине мы делаем на агротехнику. Потому что мы считаем, что правильная агротехника – это залог щедрого, вкусного и ароматного урожая. Потом, что у нас еще здесь? У нас проведен, будет в малине капельный полив. Мы поставим сюда 2-х литровые капельницы и начнем все это со следующего года уже системно проливать. В этом году у нас еще предстоит вырезка всех побегов прошлого года, на которых она уже отплодоносила. Потом прищипывание побегов этого года, которые у нас устремились куда-то за пределы контура, который мы наметили. И плюс это подготовка, сейчас уже август-сентябрь у нас это внесение фосфорокалийных удобрений. Это монокалий фосфат и пикацит. Пикацит мы внесем через капельную систему, только не этой малине, а другой, который мы уже провели капельный полив. А это мы ведрами прольем все монокалий фосфат. Вот такие у нас получились шпалерки. Мы использовали вот такие металлические тросы, все крепежи. У нас система, вот я ее качаю, она устойчива. Даже если что-то произойдет у нас за зиму, мы это все посмотрим и подправим. Но наши физические расчеты, которые мы осуществили перед монтажом шпалерной системы, говорят о том, что ничего сверхъестественного случиться не должно. Вот такая, видите, малина. То есть ее преимущество, она в крупномерном исполнении, она уже плодоносит на плодах. То есть клиенты уже в этом году очень полакомились плодами. Они вот даже, кстати, до сих пор вот все. Вот ягодки у нас. Это у нас что? Это малина сорт гусар. Вот. Все вот это, как отплодоносят, мы все это вырежем. У нас вот они, побеги этого года. В следующем году они у нас станут плодоносящими веточками. Вот такая вот эта малинка. Вот такие ягодки. Вот они. Это наш. Так, а, бирочки. Вот она, бирочка. Это у нас сорт... А, недосягаемый. Это, кстати, ремонтантный сорт. Вот, я повторюсь. То есть сейчас не надо обращать внимание на, в каком сейчас состоянии находится малинка. Потому что в этом году мы ее только посадили. Мы не возлагаем на нее никаких, каких-то надежд по обильному плодоношению. Потому что происходит процесс приживаемости. Это присуще всем плодовым, крупномерным растениям. Но, сейчас, смотря состояние данной малины, я могу утверждать, что процесс пересадки у нас проходит успешно. И все отлично. Вот. Ну, вот такая вот малина. Сейчас я вам покажу еще ежевичку. Вот. Вот малина. Надо обязательно высаживать у себя на участке разные сорта с разными сроками созревания. Здесь, кстати, у нас вот стоит вот такая система. Это система гидролика. Вот. Это не гибкая садовая лента. Это намного круче и основательней, так как у нас здесь газон. Чтобы его было удобно косить, чтобы газонокосилка не рвала эту садовую ленту. Вот такая система гидролика. Здесь у нас кора лиственницы. Там у нас геоткань. Под корой у нас геоткань. И вот такая же шпалерная система у нас для ежевики. Вот ежевичка. Уже она поспевает. Вот у нас плоды. Здесь мы тоже взяли разные сорта ежевики. Она к нам пришла. Тоже из питомника Ярус. Мы ее чуток обрезали. Вот. Вот она, видите? Уже вот такая ежевичка. Вот она. Мы ее пустили. Веточки уже загнули. Ой, не загнули, а пустили по нашему металлическому тросу. Вот. И вот здесь у нас шпалера. Здесь все то же самое. У нас расстояние между ними 3 метра. Все шпалеры все идентичные. Вот. Так что вот так вот. Вот такая у нас шпалера. Из лиственницы. Дальше мы будем. Я категорично был против всякого рода металла. Потому что металл все-таки надо на участке больше, наверное, древесины. Потому что люди, когда переезжают за город или на собственный участок, все-таки мы уезжаем из бетона. Не хотим попадать опять в металл, в бетон. И во все, не вдаваться во все тяжкие. Ну вот он. Значит, малина у нас. Подведем итоги, да. То есть, это у нас малина. Мы здесь посадили разные сорта. Вся малина в крупномерном исполнении. Она к нам приехала вот такая уже. Она приехала из питомника Ярус. Возраст малины 3-4 года. Она уже находится в плодоношении. Хорошие густые кусты. Вот, значит, побеги прошлого года мы скоро все вырежем. У нас уже развиваются побеги этого года активно. Которые начнут плодоносить в следующем году. Мы сразу же построили шпалеру. Для того, чтобы каким-то образом ограничить малину. И второе, это чтобы не происходил разлом ветвей. Вот, чтобы все это не лежало на земле, не наклонялось. По той причине, что когда мы шпалеру еще не построили, конечно, видок был не очень. Вот такая малина. Вот, значит, шпалера. Расстояние между ними 3 метра. Высота шпалера у нас 1,80 метра. Три перекладины. И доска-лиственница. Брус я уже сказал. Вот, это 50 на 60. Доска у нас 20 на 90. И верхняя шпалера у нас шириной 1,40 метра. Средняя метр. И нижняя перекладина, это у нас 50 сантиметров. Ну, а такая малина. И вот, так вот. Продолжение следует. И вот, так вот.